Владислав Дедков пришел на прием с проблемой, которую не удается решить самостоятельно. Парень учится на заочном отделении столичного вуза, но вот уже несколько месяцев не может найти работу. Как и все, кто пришел на прием по личным опросам к депутату Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Евгению Адаменко, он рассчитывает на помощь. После недолгого конструктивного общения решение о трудоустройстве предложила Светлана Дергач, начальник управления по труду и соцзащите Калинковического райисполкома. Евгений Адаменко пообещал взять вопрос под свой личный контроль. За время депутатской работы помощь в трудоустройстве оказана 45 жителям района. С вопросами жизненными, в первую очередь, работаю. Жилищно-коммунальное хозяйство, в основном больше капитальный ремонт жилья, текущий ремонт жилья, доустройство территории, вопросы трудоустройства. Все вопросы на контроле остаются. Вы знаете, 90% вопросов, в которые люди обращаются, они решаемы. На прием по личным вопросам к депутату зачастую приходят люди с проблемами, решать которые необходимо на законодательном уровне. По итогам таких встреч депутатами вносятся необходимые поправки в законопроекты, чтобы решить существующую проблему, что называется, на корню. Обратилась жильщина, по вопросу оплаты за капитальный ремонт блокировано одноэтажно жилого дома, квартиры. Там блокировано несколько квартир, вот она эту квартиру выкупила, вместе с тем платит за капитальный ремонт. С моим участием внесена поправка на второе слушание, в законодательном плане мы уже приняли. Люди такие платят за капитальный ремонт. Блокированных одноэтажных жилых домов или квартир платить не будут. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Это только один из примеров, которых в практике депутата десятки. Всего на прием по личным вопросам к Евгению Адаменко на этот раз записалось 4 человека. Еще несколько жителей района пришли в назначенное время без записи. Проблема с расчетом после увольнения, содействие в установке банкомата и терминала в агрогородке, трудоустройство, неправомерность увольнения. Самые простые вопросы решались прямо на месте. Некоторые проблемы требуют более детального изучения. При необходимости в компетентные органы будут направлены депутатские запросы. В любом случае, ответ на поставленный вопрос получат все, кто сегодня обратился за помощью. Лидия Поттер, Вячеслав Приписнов, телеканал Мозырь.